Десятки сочинцев в этом году были привлечены к уголовной ответственности за нарушение миграционного законодательства. Местные жители в одной квартире, прописывая сразу несколько иностранцев, эффективно ставят их на миграционный учет. В итоге 40 уголовных дел и пока 8 приговоров. Этих обвиняемых оштрафовали на 100 тысяч рублей. В целом гражданам, нелегально регистрирующим лиц без гражданства, грозит не только штраф, кстати, до 500 тысяч рублей, но и принудительные работы на срок до трех лет, лишение права занимать определенные должности и самое суровое наказание – лишение свободы на три года. Вот сейчас законодатель нам дал право за эти нарушения привлекать к уголовной ответственности данных лиц. Постоянно рейдовые мероприятия мы проводим и ФМС, и администрация города Сочи, и архитектурно-строительный надзор. Это что касается именно строящихся объектов, где у нас продолжают привлекаться к работам иностранные граждане. Эта работа проводится ежедневно сегодня. Спрос на подобные услуги горожан в этом году вырос в разы. В 2015-м в Россию прибыло на 30% больше иностранных граждан. Границу Сочи пересекли 1,3 млн человек. В прошлом же, в 2014-м, на курорт прибыло 1,8 млн иностранцев. Это Абхазия на первом месте, Армения, Узбекистан, Украина, Таджикистан, Молдова. Соответственно, какая-то часть лиц остановилась в городе Сочи. В этом году было поставлено на миграционный учет иностранных граждан на срок до 90 суток 100 тысяч человек. Полицейские отмечают, большое количество правонарушений сегодня совершается иностранцами. Достаточно много преступлений иногородние квартиросъемщики совершают в отношении своих арендодателей. В связи с этим правоохранители обращаются к сочинцам с просьбой держать связь с участковыми, сообщать о подозрительных гражданах, а также соблюдать законодательство и подавать необходимую информацию в миграционную инспекцию. Инга Габейшая, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.